Книга «Открытым оком», тема «Обращение ко Христу», 8-й том, вопрос 2059, 2 Тимофея, 4 глава, 3 стих. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Не этих ли учителей избирали себе князья, что, бросив свое послушание народных руководителей, принимали иночество? Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. Этот же вопрос можете поставить любой секте, любому еврею и мусульманину. Везде один и тот же монотонный грех, стандартное лжесвидетельство от имени Бога, что именно у них вся истина и достижение Царства Небесного возможны только при их помощи. И это наверняка и безошибочно. Вот почему Слово Божие было таким ненавистным везде. Его сжигали, прятали. И кто его перевозил на родной язык, с теми расправлялись. Слово Божие – вот главный противник монашества и всех этих пещерных подвигов. Обольщение достижения Царства Небесного в пустыне через бегство от мира – оно же имеет и истоки. Бытие, 3 глава, 13 стих. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала. Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Тогда через пресмыкающийся подошел, а сейчас через служителей своих, которые ничем не отличаются от истинных служителей, как дьявол благоухает не хуже ангелов. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. 1 Тимофей, 4 глава, 1 стих. 2 Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, занимая духом обольстителем и учением бесовским. Что это за бесовские учения? Какие-то признаки есть у них? Есть очень четкие, их всего два. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Где этот род людей, кто втискивается в эту форму бесовских учений? Да это же буддийские монахи! А наши этот аттестат миновали, не получали благодарения Богу. В Библии ответ, и он всегда против лжи, против заблуждений и обольщений. Потому так и ненавидит тьма свет Божьего Слова. Бог заботится о народе, прерывает общение Моисея с собой и срочно высылает его к людям, оставленным на короткие полтора месяца. А монахи не знают о развращении народа. Им не было гласа Божия прерывать свое любимое молчальничество и затворничество и свои любимые иноческие подвиги. И скорее поспешить к народу. Или народ больше не развращается. Или все же монахи не последовали Моисея, человека Божия. Не последователи Моисея, человека Божия. Божий человек имеет на своих плечах заботу о народе, как Аарон именно имена сынов Израилевых. Исход 3, 32 глава, 7 стих. И сказал Господь Моисею, поспеши сойти отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Житие. Поликарп, 24 июля. Князь часто говаривал блаженному, чтобы принял его в число иноков вечерской обители. Но блаженный Поликарп отвечал ему, благочестивый князь, вам Бог велел вести другую жизнь, управлять, творить праведный суд и строго соблюдать крестное целование. А князь Ростислав возражал ему, отец святой, княжине мира сего не может быть без греха, и мне оно уже надоело и утомило меня своими вседневными заботами. Поэтому хотелось бы мне хоть немного в старости послужить Богу и подражать тем князьям и царям, которые узким и трудным путем шли и достигли небесного царства. На эти слова блаженный Поликарп сказал, «Крестолюбивый князь, если ты хочешь этого от всего сердца, туда будет воля Божия». Хотя князь не успел привести в исполнение этого намерения, однако следующего ясно видно, что оно было у него действительно горячим сердечным желанием, а родилось под влиянием доброго примера святого Поликарпа. Потом, когда усилилась его болезнь, и он уже был при смерти, он сказал своему духовному отцу, священнику Симеону, «Ты ответишь Богу за то, что не позволил мне постричься у того святого мужа в Печерском монастыре. Я горячо желал этого, и да простит мне Господь грех, что я не исполнил обета». Так принял он блаженную кончину. Подозрения не бойся, что люди осудят. Не так растолкуют, рассудят, поймут. Они не побрезгуют грязной посудой. К тебе не примирили этот хомут. На мнения внешних совсем ни к чему. Суждения их ложны, предвзяты и злобны. Во всем они ищут чужую вину. «Распни!» — ежедневно кричат у скалоба. Во всем подозрения корыстности алчны, что даром никто никому не поможет. Неискренен гнев, мол, неискренен плачем. Их подозрительность ржавчиной гложет. Книги берите, на все здесь ответ. Тебе лишь бы выгодно сбыть. Занятия наши — евангельский свет. Вы хвалитесь? Снова леганье копыт. Когда Иегова едва похвалился, Как праведен Иов, как честен и добр. Дьявол мгодновенно, как жмут из милиции, На Иову поднял топор. Карканье ворона, писк комара, Но мнением облыжно дает подозрение, Что святость у верных, мол, так мишура, Ахает слышащий дня озаренью. Все тот же учитель, профессор и лжец Свои резюме клип и чип наживляет. Забывших о Боге он давит под пресс. То вправо, то влево, о всем шепелявит. Не бойтесь, мол, вы, недостойны и звука. Делает каждый, что хочет, умеет. Пусть лают собаки от злости и скуки. Тропа каравану достанет прямее. Саул подозрением окутал Давида. К Иисусу прокрался законник сомнением. О скольких сестер почитают Долиды. Они ж, как у кесаря, не подозрений. Игнатий Тихонович Лапкин, 2003 год.